ну что ж давайте перейдем гитарам как я уже говорил здесь гитара основную роль играет акустической гитары среди гитар а остальные просто электро гитары появляются как такие дополнительные рисунки уже ближе ко второй части композиции поэтому давайте начнем с акустической гитары здесь на представлены три дорожки начинается все с одиночной гитары поэтому я ее панорамировал ближе к центру но не совсем посередине чтобы она не мешала голос который появляется первом куплете и в то же время чуть-чуть чтобы компенсировать хай-хэтом потому что у нас напомню здесь уже хай-хэт играет самого начала и соответственно чтобы так хай-хэт у меня чуть чуть правее стоит по панораме то я компенсировал его акустической гитары слева но давайте послушаем сейчас пока гитару в соло акустическую и давайте послушаем без обработки то есть так немножко слышно гудение от корпуса гитары ну это связано больше с тем как стоял микрофон при записи и моя задача была это компенсировать значит первым плагином опять же стоит сатуратор с n3 далее у меня стоит эквалайзер infiniti q который как раз во многом прибирает вот эту гудящую составляющую в районе 200 герц давайте послушаем при этом я не скажу что прям очень сильно срезал но ослабил в принципе значительной степени на три с половиной децибела потому что эта зона очень прям выпирала и когда я ее ослабилась не сказать что гитара прям стала совсем безжизненной но больше сместился акцент на эту перкуссионную составляющую высокочастотный вот медиатора и в принципе мне под настроение это здесь как раз и нужно было этого трека чтобы гитара не очень сильно грузила далее идет мой любимый компрессор от waves который использую для компрессии акустической гитарам в принципе для этого и был в первую очередь разработан ренессанс а x он как раз при предназначен для акустических гитар хотя его использую иногда бывает и на электро гитарах чистыми партиями аккордовыми он довольно хорошо работает очень быстро то есть threshold я также прибираю гейм потому что он автоматически поднимает громкость когда мы опускаем threshold и вот компрессии у меня здесь где-то в районе 3 децибел происходит вот на самых таких громких участках где больше вот этого низких частот у меня соответственно компрессор до 3 децибел давит сигнал благодаря ему каждый удар медиатором такой более выровненной то есть нет такого что какая-то какой-то аккорд или на каком-то моменте проседает звук в каком-то выбирает то есть для этого этот компрессор я использую и дальше мой любимый си q который входит в пакет sound toys я его использую для подкраса высокой составляющей у нее очень вкусный музыкальный верх то есть я здесь буквально добавляю полтора децибела и здесь есть еще встроенной секции драйва которая тоже добавляет таких очень приятных гармоник делать теплее звук давайте послушаем то есть прям слышно что вот эти вот мелкие штрихи от медиатора прям как будто оживают становятся ближе более читаем и а учитывая что у нас дальше микс будет такой довольно плотный и загруженный по инструментам то здесь не одиночная акустическая гитара играет я решил что такая настройка подойдет под этот микс но давайте послушаем это в контексте с остальными партиями то есть вот когда нет обработки слышно насколько на фоне хай-хата проигрывает по звучанию акустическая гитара это тоже очень важно то есть уравновешивать звучание это то почему я говорил что важно начинать с барабанов потому что мы уже слышим относительно вот этот баланс высоких частот относительно хай-хата мы понимаем что гитара на самом деле звучит тускло то есть еще раз повторюсь если гитара например была одна во все аранжировки то есть ну чисто вокал и гитара то возможно я бы не делал такой яркой не делал бы такой ее прям вот насыщенный по высоким частотам но так как из меня здесь есть уже на что опереться есть вот такой некий контекст то в его присутствии гораздо проще принимать решения и они как бы сами тебя двигают на добавление тех или иных частот в данном случае добавить яркости открытости потому что как я уже повторюсь изначально запись гитары была довольно тусклая то есть сама гитара звучала очень так коробочно приглушённо и мне все-таки хотелось и чуть-чуть сделать более яркой теперь гитара очень хорошо работает в контексте с хай-хатом и также гитару на который у нас уже шел бас я и тоже сюда добавил чтобы гитара также была вовлечена в общее пространство композиции то есть тот же самый пример когда у нас не слышен явно прям такой ревер большой который появляется когда я включаю реверацию но слышно что сразу гитара помещается в примерно в то же пространство где у нас находится и барабаны потом впоследствии бас давайте кстати включу я пока замьютирую остальные гитары то есть вот так вот гитара звучит немножко отстраненного от остальной от ритм секции а когда я включаю она сразу в нее как будто вот врезается то есть такие очень тонкие моменты но они очень важны для того чтобы микс особенно вот такой вот акустически живой скажем так то есть где минимум каких-то внешних электронных сверхъестественных звуков все основа такая не знаю там база 70 процентов 80 процентов трека построена на живых таких акустических инструментах и соответственно здесь реверберация очень важно и она должна быть не какой-то хаотичный а должна быть чем-то подтверждена скажем так здравым смыслом то есть как бы это было в реальной жизни так что вот здесь как раз звук режиссер это понятие режиссер она выходит как раз на передний план когда нужно представлять в голове как ваш микс устроен в реальной жизни друзья отличные новости отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника logic pro help совместно с тиньков банк предоставляет вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями переходите по ссылке в описании где вы сможете найти полный список курсов участвующих программе рассрочки и выбрать то что вас интересует начни получать необходимые знания уже сегодня не откладывая на потом ну что ж давайте двинемся дальше далее у нас идет еще две акустические гитары которые подключаются вот уже начиная со второго куплета и они примерно выполняли ту же роль то есть просто в стерео записаны поэтому я их уже сгруппировал в общую шину акустической гитары на которой уже стоит та же обработка что у меня стояла на одиночной гитаре на самих дорожках на самих дорожках у меня стоит также просто окрашивающий вот этот преамп сент то есть на них ничего нет а вот на общей группе куда они приходят у меня уже стоит полноценная обработка давайте послушаем группу в соло как звучит то есть та же проблема без обработки гитара звучит очень тускло очень как-то вот так гудяще и с наличием такой аранжировки мощный на фоне то это конечно такая гитара будет только пачкать микс грязнить и поэтому моей задачей было конечно же избавиться то то здесь эта гитара уже такая совершенно не основная потому что она подключается уже в тот момент когда у нас звучит полный микс поэтому какие-то частоты и в обертона гитары сохранять мне цели не было моя задача была ее вписать чтобы она добавляла какой-то еще дополнительный план инструментов потому что у нас продолжает играть вот эта центральная гитара поэтому здесь с этой гитарой у меня было больше возможностей как-то поэкспериментировать что-то с ней сделать давайте послушаем какую обработку я сделал значит то же самое я также прям срезал довольно сильно этот гудящий низ еще нюшку-то эти гнусавые частоты коробочные и так я хотел ее отдалить я чуть под срезал высокие частоты но не очень сильно но все-таки это сделал дальше меня сразу стоит компрессор который тоже чуть-чуть приближает эту гитару потом я поставил сатурацию от слэд digital и чуть-чуть выделил в районе пяти килогерц выделил этот штрих медиатором и еще прибрал гнусавости вот такой вот коробочное звучание потому что от этой гитары мне больше важна была перкуссионная составляющая по что-то она у меня уже есть от основной гитары и когда они накладывали друг на друга это прям такая начиналась каша прям гудящий давайте кстати послушаем вот эти гитары я ставлю обработанный первую гитару а вот эти стереогитары сейчас выключу обработку вы поймете насколько они своим гулом мешают основной гитаре сейчас включу обработку таким образом мне опять создалось это вот много многоплановость микса то есть вот эта центральная гитара она чуть ближе звучит к нам она более такая насыщенная бертонами а так вот эти гитары я больше срезал из них таких вот телесных частот скажем так и оставил только перкуссионную составляющую то такое ощущение что эти гитары чуть дальше в миксе утоплены находится за вот этой основной гитары это как раз то что мне было нужно чтобы мне по краям панорамы слева справа не давила гитары и не закрывала собой все остальное что происходит в миксе так что это такая дополнительная гитара который просто добавляет глубины и ширины и развития в аранжировку но не несет какой-то супер главной роли и также я как вы видите посылов здесь гораздо больше чем на основной гитаре то есть тут меньше ревера минус 18 а здесь я уже разошелся и отправил гораздо сильнее на вот этот общий гитар-рум и также еще добавил сюда вокс spring потому что мне захотелось вот такого вот spring вообще если вы не работали с типом реверберации spring она добавляет такой какой-то винтажности и какого-то такого мечтательного полета что ли но я так вот это характеризую и я на некоторые инструменты даже смирно то что я назвал в окспринк предполагая что я буду использовать в основном на вокале этот spring я все-таки решил гитары тоже отправить чтобы создать такого немножко какого-то серф может быть звучание то есть вы слышали серф рок музыку там из 60-х или современных представителей там прям spring там все на нем построено то есть spring river там это самое главное вообще что только есть в аранжировке такой как отдельный элемент который создает вот это вот серфинг настроение а также здесь еще песня про море и вот это настроение здесь тоже где-то местами перекликается то я решил spring здесь используют чаще в этом миксе давайте послушаем еще раз с реверберацией это сейчас мы слышим чистый ревер как он звучит то есть такой немножко как будто какой-то даже радиоэффект в нем присутствует довольно интересный ревербератор и давайте послушаем в контексте да кстати я не упомянул видео про барабаны тамбурин он с ним на самом деле все довольно просто я обрезал все частоты средние и низкие чуть-чуть прибрал резкость тамбурина то есть в момент атаки основной немножко вот эта частота 5 килогерц очень била по ушам я ее чуть подрезал и далее у меня стоит чуть сатурации чтобы добавить гармоник чтобы сделать поплотнее и вот как раз по реверу здесь я отправил на уже на большую комнату это дополнительная комната которая создает такой приятный хвост то есть он этот тамбурин тоже идет на drum's drive вот на вот эту шину с devil lock но самое главное что он идет на big room который звучит довольно так далеко то есть здесь большая реверберация более длинная секунда уже занимает секунду и я тут подсрезал высоких и низких частот на всякий случай сделал шире этот ревербератор чудо было даже хоруса ему и он такой создает очень приятный хвост для тамбурина то есть слышно сразу как микс расширяется когда я включаю обработку на вот этих стереоакустических гитарах в принципе дальше у нас все идет без изменений все оставшиеся части акустической гитары поэтому давайте перейдем к электрогитаре первое у нас электрогитара появляется вот здесь в брейке между припевом и третьим куплетом причем как мы видим они как бы заменяют акустическую гитару то есть акустическая гитара не звучит в момент вот этих гитар это хорошо это позволяет мне позволяло мне создавать уже как бы разные планы то есть не ориентироваться на акустическую гитару а уже просто работа как самостоятельной партии с этими гитарами здесь та же самая история здесь у нас стоит педалборд и амп это то что стояла уже по умолчанию тот через что тимур записывал гитару я нам практически ничего не менял то есть здесь стояла обработка заставил усилитель со включенным тремоло эффектом он здесь довольно очень классный кстати очень люблю тремоло эффект вот в амп дизайнере от logic тут очень классный здесь кстати очень тоже классный спринг ревер но здесь он выключен потому что я использовал свой спринг ревер уже на посыле но вот этот тремоло эффект здесь очень такой прям аутентичный как вот как раз в 60-х было принято использовать то есть очень классный давайте послушаем гитару то есть она записана тоже в стерео та же самая гитара с той же самой обработкой расставил их по панораме и объединил в общую гитару в общую группу точнее тремоло гитар 1 и уже здесь стоит обработка давайте послушаем то есть я срезал все низкие частоты давайте сейчас послушаем вообще без обработки как гитара звучала из обработка еще раз то есть я ее использовал для создания вот такого очень далекого плана опять же в первую очередь за счет реверберации но так как я предполагал такую большую довольно объемную реверберацию здесь на этой дорожке то соответственно я и к эквализации частот подходил уже с этим в уме потому что когда у нас планируется какой-то дальнеплановый инструмент нужно убедиться в том что у него нет явных каких-то басов и нет очень яркого верха поэтому здесь я мало того что срезал под подрезал даже гул вот этот вот который ну не очень здесь был нужен я еще и усилил вот это вот гнусавое звучание потому что она очень приятно резонирует с ревером то есть когда ты больше вот этого среднечастотного сигнала посылаешь в длинный ревер от него такой более слышимый длинный хвост остается и он не мешает при этом остальным элементам микса которые звучат более близко более сухо поэтому для задней таких для дальнеплановых инструментов очень классно использовать вот такой прием это причем не только на гитарах можно на пэдах это использовать на каких-то клавишных партиях там на электрофоно например то есть часто такое используют на вот инструмента которые должны создать очень дальний какой-то глубокий план так что можно смело обрезать частоты и не оставлять низкие и высокие далее у меня здесь стоит тоже небольшой подгруз захотелось чуть-чуть эту гитару чуть подгрузить и я чуть-чуть акцентировал высокие частоты районе пять с половиной килогерц просто чтобы подкрасить вот эту атаку по струнам то есть ну не сильно какие-то изменения но в принципе добавляют четкости и дальше идет реверберация у меня впервые здесь возникает эмбент реверберации которые так называют мой просто обожаемые всеми на на обожаемый valhalla vintage verb с такими настройками то есть четыре секунды хору спейс мод он такой довольно классно звучащий при дела здесь стоит также здесь стоит фильтр частот то есть чтобы не было гудежа лишнего я обрезал все что ниже 640 герц в ревер и то есть просто в хвосте нету низких частот вообще здесь также есть встроенная модуляция очень классная но принципе с особо сильно ничего не менял только вот подкрутил этот фильтр высокий частот тоже чуть подрезал не поработал с алгоритмом и с временем длиной хвоста и мне вот хватило очень классно создается такой большой такой эхо далее у меня еще эта гитара идет на гитарный диле и специально созданы это tape delay встроенный в лоджик тут такой небольшой фидбэк 38 ну как небольшой средний средний фидбэк 1 восьмая у нас идет повторы я их также отфильтровал обязательно чтобы диле и ни в коем случае не создавали кашу в миксе то есть тоже обрезал низкие самые частоты и самые верхние частоты здесь стоит небольшая модуляция чтобы воссоздать этот пленочный тейп эффект который все-таки плавает от повторок повтору они четкий цифровой и далее что самое важное это диле у меня также идет на вот этот ambient эффект то есть посыл у меня еще отправляется на соседний посыл ну в микшере это можно тут удобнее это увидеть то есть вот гитарный дилей который меня идет вот собственно на шину ambient и соответственно вот этот ревер обрабатывает одновременно и гитару и и сухой сигнал и еще делай с этого сигнала таким образом у меня как бы и дилей и гитара помещаются в общее пространство это работает только в плюс на удлинение вот это воспринимаемого пространство то есть без вот этого дела и и ревер гитара такая слишком какая-то непредсказуемый из-за вот этого тремоло эффекта она постоянно то слева то справа как-то появляется а вот этот массивный ревер и дилей и и немножко размывает и вроде непонятно то ли она слева то ли она справа на как будто то всюду одновременно звучит то есть это тоже такого добавляет масштаба привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас и вторая гитара который в принципе с теми же настройками то есть все то же самое абсолютно те же настройки тот же усилитель просто играет чуть другие расположения аккордов для более богатого звучания то здесь более высокие частоты поэтому я здесь под срезал еще больше не за вот этим фильтром ну и принципе настройка идея настройки эквалайзера примерно такая же как и в случае с первыми тремоло гитарами тоже сикью стоит чуть подкрашивающие атаку тот же драйв стоит и принципе те же посылы на реабирацию стоят все в том же порядке тоже бог spring тоже гитара delay то есть это такой как по сути лейринг инструментов то есть по факту один и тот же инструмент просто разбитый на две партии низкие аккорды и высокие аккорды так как все-таки на гитаре нельзя сыграть одновременно в двух разных положений грифа аккорды то пришлось вот разбить чтобы создать такой более полное звучание в этом месте но по сути для аранжировки это как единый элемент воспринимается они как две разные независимые партии ну что ж давайте двинемся дальше далее у нас возвращается акустическая гитара и появляется такая соло проигрыш гитары которая добавляет такого же некого мелодического движения давайте послушаем здесь обработки побольше стоит на самом деле опять же первые два плагина стояли изначально то есть через них тимур записывал гитару эту здесь ревер я тоже отключила на самом усилитель чтобы использовать свою реверберацию уже моего микса эффекты здесь тоже выключена то здесь просто создается собственно звучание гитары давайте послушаем далее идет сатурация после этого у меня стоит обычный эквалайзер ну я чуть-чуть просто подрезаю такие гудящие частоты и чуть-чуть гнусовые частоты на некоторых нотах прям слишком сильно слышно подрезал на всякий случай низ и самый яркий верх хотя и вот в принципе то особо и не присутствует но скорее так на всякий случай для перестраховки дальше у меня идет компрессор с быстрой атакой с быстрым релизом чтобы но эту гитару чуть-чуть больше поджать и держать ее под контролем то есть чтобы эти ноты верхние не выстреливали потому что они очень как-то так прям в миксе выделялись а другие наоборот проваливались особенно учитывая что там ревер добавил мне нужно было прям максимально эти ноты выровнять но так как все таки у этого компрессора и ввиду его особенность технической атака не сказать что прям супер быстро что прям тут же как лимитер лимитирует то все равно такой небольшой щелчок усиливается в начале ноты это очень классно работает перкуссионно в контексте микса поэтому я люблю вот этот силой 76 что несмотря даже на быструю атаку все равно какая-то микро атака там остается такая за запоздание за счет этого иногда на отдельных партиях вот усиливать вот этот такой приятный щелчок то есть тоже можно это использовать далее здесь стоит стерео дилей он кстати стоял уже у тимура при записи то есть он его ставил и видимо через него записывался то есть слушал что он играет уже в контексте дела это тоже очень важная вещь поэтому это дела я не стал убирать я просто его перенес и до него поставила определенную обработку чтобы уже дилей на диле и точнее попадала гитара уже в обработанном виде то есть не изначально гитара а потом вместе с диле и обрабатывать а сперва я сделал обработку а потом уже поставил диле и то есть это тоже такая частая практика но не обязательно делать только так можно в принципе дела и воспринимать как часть педал борда скажем так поставить его там ну или сразу после усилителя или даже перед усилителем некоторые ставят правда тогда дело и может начать искать искажаться но можно экспериментировать с этим то есть это не жесткое правило но контент мне как вот за к режиссеру мне захотелось все таки delay чтобы был отдельно уже после обработанной гитары и далее я все это отправляю на ambient уже знакомый тоже большой ревер и vogue spring про чтобы эту гитару такой тоже сделать более полетный далее она продолжает играть но у нас еще появляется дополнительные чистая гитара давайте послушаем иде идеологически эта гитара продолжает роль вот этой тремоло гитары только она уже записана чуть другими настройками и не с таким явным тремоло эффектом поэтому она собственно как на отдельной дорожке с отдельными настройками но в контексте микса она как бы выполняет роль вот этих гитар только уже совместно с акустической гитарой с полной ритм-секцией здесь тоже самое все абсолютно то есть настройки через которые записывался тимур записал гитару здесь уже как видите тремоло отключена ревер тоже встроен и отключен дальше также идет сатурация на на обеих дорожках то же самое не распространена ромированы 35 минус 35 плюс и объединяется общей вот этой шиной на которой уже стоит их обработка и здесь у меня стоит линейный фазовый эквалайзер которыми я просто срезал гудящий низ давайте послушаем вообще без обработки сейчас гитару то есть так как здесь прям очень присутствует басовые струны 6 струна на гитаре она прям очень гудит и я решил это подрезать то есть не сказать что гитару прям сделал тонкой какой-то прям безжизненной но она хотя бы не такая грузная не такая вот массивная пошла все-таки бас звучит на фоне и там и вокал будет в дальнейшем поэтому здесь все-таки не нужно это и дальше си и кью которым я добавил зону три с половиной герца чтобы сделать три с половиной килогерца чтобы сделать чуть-чуть ее такой более ну не сказать резкой но менее мягкой скажем так тоже драйв стоит и чуть-чуть высокий что добавил по что на гитара такая слишком какая-то гулкая получилась а мне хотелось сместить акцент в аккорде на высокие струны потому что они очень так приятно добавляли тоже от этого полета то есть слышно больше обертонов от верхних струн и ту же знакомая ревиберация эмбин стоит бог spring стоит и гитар делает также как и на 3 мало гитарах у нас стояла даже обработка абсолютно вот так в других чуть пропорциях дать послушаем в контексте и в последней части композиции у нас продолжает играть акустическая гитара и появляется новая эхо гитара 0 такая гитар дилей как я ее назвал причем их и обрабатывал по-разному то есть лево и право не объединял в шину делать чуть разную обработку плюс здесь был стерео дилей на каждый из дорожек то есть у нас записанная гитара была в моно как вы видите но в какой-то момент то есть вход моно но в какой-то момент у нас дорожка переключалась в стерео вот мы видим выход у нас стерео и я тут использовал стерео пэн чтобы панорамировать не чисто баланс левый правый канал как если по умолчанию оставлять баланс а я именно делал стерео пэн чтобы весь стерео сигнал уже вместе со стерео дилеем панорамировать чуть правее а на другой левее но на самом деле здесь как-то по-другому называются сбил название но неважно то есть идея та же самая гитара в принципе те же самые только не видите играют не одновременно то есть это не совсем дублирующие партии как например в этом случае или в этом именно кстати и поэтому в том числе и я не стал делать общую обработку потому что когда у нас партии дублирующие их можно воспринимать как стерео инструмент единичный ну как клавиши до пэда вы держите у вас и слева и справа звук разный но при этом это как единый инструмент или там орган например или фортепиано здесь же это все-таки разные партии то есть одна гитара играет раньше другая позже и если такую гитару объединять общей обработкой и ставить например общий компрессор он будет не очень грамотно работать то он будет на левую часть и реагирует сигналу то на правую где-то там будет одновременно давить то есть у нас будет происходить обработка не очень пропорциональная поэтому в таких случаях то есть ориентируясь на то что происходит в партии я принимаю решение объединять похожие звуки в общую шину обрабатывать или все-таки делать обработку независимую здесь я решил оставить независимую обработку давайте послушаем что это вообще за партия я кстати понял почему у меня сместили здесь акценты потому что это нижняя точнее левая гитара она играет внизу то есть нижнюю партию прям можно услышать ноты а вторая гитара и отвечает уже на октаву выше и видимо изначально я все-таки планировал делать лево-право но потом я понял что вот эта верхняя гитара смешивается с чем-то из клавиш так вот здесь у нас довольно активная клавишная партия и фортепиано например то я видимо посчитал что вот эта верхняя гитара начинает конфликтовать с чем-то из клавишных справа и я ее панорамировал наоборот влево а низкую гитару соответственно панорамировал вправо то есть опять же как я говорил что к некоторым моментам я возвращался уже потом когда слушал все в контексте в общем и вы скорее всего как будете делать миксы таких полноценных вот проектов вы тоже неоднократно будете возвращаться туда или ну в ту или иную часть композиции к тем или иным инструментом и тоже менять какие-то настройки это абсолютно нормально не воспринимайте все что я сейчас здесь вам показываю что я это один раз сделал сразу к этому пришел откуда ты там из космоса мне мысль пришла и все поставил оставил и микс стал готов нет тут очень многое конечно потом когда вы уже весь микс построите потом будет отдельная работа к прослушиванию уже всего в контексте и при ним при не принятию каких-то уже контрольных решений которые могут вообще в корне отличаться от того что вы делали изначально это абсолютно нормально и не бойтесь ни в коем случае этого то есть это очень хорошо так вот давайте послушаем эту гитару в соло и послушаем без обработки здесь у нас обработка стоит педал бордом потом амп дизайнер здесь кстати ревер я оставил включенным мне он понравился это добавляет еще такого слоя определенного в эту гитару так она все таки здесь максимально должна быть пространственно это уже финальная часть композиции максимально полетные здесь еще и много всяких синтезаторов будет звучать впоследствии поэтому здесь уже за пространство я особо не то что не переживал но хотел прям создать максимального большим дальше опять идет обработка наша классическая окрашивающий прям дальше вырез всех ненужных низких частот и чуть-чуть я прибрал средний частот так как гитару хочу отдалить а чем дальше у нас элемент тем меньше мы явно слышим вот эти вот средние частоты мы больше слышим скорее верхнюю середину от илими от инструмента потом идет сикю им я чуть-чуть усилил атаку инструментов чтобы когда у нас добавится ревера сильно гитара не тонула и не размывалась я чуть-чуть усилил атаку и добавил немножко драйва дальше пошел у нас тот самый стерео дилей который превращает наш звук в стереофонический я дальше поставил еще один эквалайзер который уже вместе с дилеем еще дополнительно обрабатывает уже общий сигнал и тоже я скорее все это уже делал постфактум когда слушал весь микс и понимал что мне где-то что-то может быть в диле их или в самой гитаре мешает вот в этой зоне я поэтому поставил еще один дополнительный эквалайзер который здесь собственно эти частоты еще дополнительно вырезает вот теперь давайте посмотрим правую гитару та же история так сейчас я ревер пока отключу send потом дальше такая же абсолютно обрезание стоит здесь принципе гитара выше звучит поэтому прям таких больших проблем здесь нет то же самое тут здесь то кстати я низ тоже обрезал то есть таким образом гитара прям совсем такая тоненькая становится и высокочастотная стерео дилей и опять дополнительный эквалайзер которым здесь я наоборот срезал вот эти уже резкие частоты вот эта нота она прям очень торчала в миксе и я на поэтому на ней поставил центральную центральную точку и под подсрезал ее и по реверу тоже ambient уже знакомый из довольно большими большим посылом ну давайте послушаем как обе эти гитары звучат уже в контексте ну здесь дальше у нас принципе идет луп вот этих же партий друг за другом то есть просто скопированы ну ну и все и в конце доигрывает эта гитара уже такое некое соло вот в принципе все гитары то есть как вы видите здесь основа это конечно же акустика она добавляет вот это и вот ну вот этого элемента синга songwriter стиля когда у нас вокал и вот такая идет гитара основная через весь трек по факту но вот эти электро гитары они конечно добавляют этого вайба уже от инди и добавлять пространство добавляет вот эту погружение в такой немножко какой-то такой морскую тему такой что-то ну не гавайи но что-то вот с этим связано это подобная гитара чем-то что-то такой погружает такой некий серф настроение но так песни все-таки такая более меланхоличная все это очень классно работает за счет мелодических скажем так гармония пива не то есть потому как аккорда расставлен то здесь конечно тимура от меня отдельный привет и респект потому что конечно с аранжировку ночь хорошо поработал с партиями с подбором здесь прямо не сказать что перебор всего здесь очень на своих местах стоит и такие аранжировки конечно сводить одно удовольствие потому что ты не борешься с каждым инструментом чтобы его подружить с остальными а ты уже просто выстраиваешь из этих инструментов такой некий некую картину некий план этот всегда одно большое удовольствие ну что же давайте в следующее видео поговорим об оставшихся инструментах из категории клавишных и и и Субтитры сделал DimaTorzok